Революция в области социального обеспечения. В Баку открылся первый центр административного здания агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения ДОСТ. Центр находится в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения и ожидается, что в центре, который будет работать по принципу службы АСАН, населению будут предоставляться услуги по назначению пенсий, пособий, трудоустройства, а также будут решаться другие вопросы, входящие в зону охвата Минтруда. О том, какую роль будет играть агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения в обществе, а также о том, какие главные задачи стоят перед ним сегодня, нам расскажет заместитель министра труда и соцзащиты населения Анар Керимов. Здравствуйте. На открытии центра ДОСТ было отмечено, что государственные социальные услуги будут оказываться с единой платформы из одного окна. Абсолютно прозрачно и оперативно на основе принципов удобства граждан и упрощения процедур. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой схеме. Как будет претворяться в жизнь данная система? Спасибо большое. С прошлого года в рамках министерства велась работа по разработке концепции данного центра. Данный центр был инициирован по предложению первого вице-президента Мирбанхана Малиева. И в августе прошлого года господин президент поддержал данную инициативу. И таким образом начался процесс кропотливой работы над концепцией данного центра. Наше министерство предоставляет очень много услуг по различным векторам. Это включает занятость, трудовые вопросы, вопросы инвалидности, социальных услуг по реабилитации. И поэтому было очень важно именно на основе мировых практик собрать все эти услуги под единую платформу. И поэтому данная концепция в процессе ее разработки смогла собрать под себя приблизительно 126 услуг. И 9 мая, когда господин президент прибыл на открытие данного центра, то данный, скажем, наш центр будет начинать предоставлять услуги по широким векторам услуг, в том числе по разным областям социального обслуживания. К слову говоря, на открытии административного центра ДОСТ глава государства, президент Ильхам Алиф, он отметил то, что политика страны находит отражение именно вот в агентстве по оказанию устойчивого и оперативного социального обеспечения. Как вы считаете, какие реформы находят отражение в ДОСТ? В ДОСТе находят отражение очень важные реформы. В первую очередь, это обеспечение прозрачности. Во-вторых, это вопрос внедрения электронных услуг. Потому что если раньше для получения каких-либо социальных услуг гражданам требовалось ходить несколько министерств, получать различного рода документы, собирать, то на данном этапе в рамках ДОСТ мы смогли интегрировать услуги нескольких министерств. И таким образом обычный рядовой гражданин, приходя в наш центр, предоставляя только лишь удостоверение своей личности, может начать получать различного рода услуги. Ну то есть это на самом деле очень важная реформа, которая помогает упростить, так скажем, жизнь социума. И само агентство, оно создано относительно не так давно. Какие работы уже проведены и насколько, какие работы проводятся по информированию населения о таком важном агентстве? Важно отметить, что в течение настоящего года в Баку будет уже функционировать 4 таких центра. То есть мы открыли первый центр, будут открыты еще 3 таких центра. И, конечно же, ведется поэтапная работа по уведомлению с гражданами. Первый центр пока будет работать на основе, в принципе, регистрации. То есть он будет обслуживать Ясамайский и Сабаевский район и будут обслуживать в основном эти два района. Мы планируем также открыть в течение этого года центры, которые будут в Бинагадзинском районе, Незаминском районе и Хазарском районе. Таким образом, постепенно со следующего года у нас будут центры уже в регионах, то есть в крупных городах, это Гянджа, Сунгайт и в других. И затем мы постепенно уже сможем устранить принцип обслуживания по регистрации. Таким образом, граждане смогут обращаться в любые центры и, думаю, будет очень комфортно получение социальных услуг. Если я не ошибаюсь, это уникальная платформа, то есть впервые она разработана в Азербайджане? Абсолютно верно. При разработке данной концепции мы исследовали практику более 40 стран. Были изучены агентства по оказанию социальных услуг в более 14 странах. Мы постарались использовать именно практику Канады, Австралии, Чили, Норвегии, потому что в этих странах агентства по оказанию социальных услуг наиболее, так скажем, глубоко внедрились. Но наша система ДОС, я скажу, является уникальной, потому что нигде мы в мировой практике пока не наблюдали такое глубокое внедрение, так скажем, принципа единого окна. А в чем заключается этот принцип? Вы можете рассказать подробнее? Да, если раньше граждане для получения социальных услуг, им приходилось, например, если это вопросы инвалидности, им приходилось обраться в одно агентство. Если это были вопросы занятые, им приходилось обращаться в другую службу в министерство. То есть это были различные агентства, специализирующие по различным социальным услугам. В данном контексте, в рамках данного центра, они уже могут обращаться в единое административное здание, где их будут обслуживать социальные агенты. Социальные агенты — это специальные квалифицированные работники, которые именно проходили обучение для оказания услуг по широкому вектору услуг. И вне зависимости от, так скажем, надобности граждане, они будут их консультировать, а по мере их надобности и нужд будут уже оказывать им данные социальные услуги. И очень важно отметить, что многим гражданам нужно отметить, что данные услуги являются бесплатными. То есть, несмотря на то, что они оказываются в рамках единой платформы, единого окна, и данные усилия заставляют определенные усилия расходы, то в рамках данных центров они будут оказываться бесплатно только со взиманием государственных пошлин. То есть, если я правильно понимаю, в основном центр затрагивает самые социально незащищенные слои общества. В том числе, и, как вы отметили, это люди с ограниченными возможностями здоровья. Какие мероприятия помимо центра ДОСТ существуют для упрощения жизни людей с ограниченными возможностями здоровья? Какие Министерства труда и социальной защиты притворяют в жизнь системы, какие реформы, и что еще можно сделать? Конечно же, открытие ДОСТа – это очередной этап социальных реформ. Реформы, в первую очередь, они затронули самые малоимущества и населения. То есть, если мы обратим внимание на происходящие социальные реформы с начала этого года, то мы обратим внимание, что в первую очередь данные социальные реформы охватили минимум пенсии. То есть, они также охватили минимум заработной платы, были увеличены социальные пособия. Все это было в первую очередь направлено на то, чтобы оказать поддержку именно малоимущим славям населения. В дальнейшем этапе подразумевалась институциональная реформа, и одним из важных институциональных реформ было создание ДОСТа. Потому что именно те законодательные реформы, те социальные реформы, нам нужно было именно хорошо функциональное, прозрачное, оперативное именно институт, который будет оказывать данные социальные услуги. Поэтому на следующем этапе реформ, я думаю, будет расширяться сеть ДОСТов. В первую очередь это будет Баку, а затем это будет регионов. А затем в дальнейшем 126 услуг, которые сейчас оказываются в рамках министерства, они будут постепенно расширяться. На данный этап электроофицирована приблизительно 91 услуга. На следующий год планируется еще внедрить 21 услугу такую, и постепенно, поэтапно данные услуги будут расширяться, и это будет уже переходить как бы новый вид обслуживания в области социальной сферы. Я подразумеваю, что если раньше граждане обращались в госорганы, и им оказываются услуги, то мы будем менять модель на проактивную модель обслуживания. Кстати, если я не ошибаюсь, к работе в ДОСТе активно привлекается молодежь, в том числе и большое количество волонтеров. На ваш взгляд, что инновативного могут привнести молодые люди в работу ДОСТ? Молодые люди – это всегда, так скажем, они двигатели нового, новшества и инновации. И поэтому главным компонентом, как и во время церемонии открытия господин президент отметил, главной заслугой ДОСТ является не только инновацией, но также привлечение нового поколения, молодого поколения. Потому что во многих центрах будут использоваться последние технологии, и, я думаю, самым лучшим контингентом, кто сможет нам помочь в этом деле, будут молодые волонтеры. И уже в рамках первого ДОСТа мы привлекли более 50 волонтеров. То есть они будут помогать основному составу данных центров. Также они будут являться новым стимулом для нас в вовлечении нового поколения в данные инновационные центры. Спасибо вам большое за содержательные ответы. Я напомню о том, какую роль будет играть агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения в обществе, а также о том, какие главные задачи стоят перед ним сегодня, мы говорили с заместителем министра труда и соцзащиты населения Анаром Керимовым. Спасибо. Спасибо.